Если кто-то еще не в курсе, вы можете посмотреть Улисс Бурбо. Прекрасная работа, пять травм, которые мешают нам жить. Это про пять разновидностей детских травм. Собственно, они описывают эту же схему, но только через пять шагов. Первая травма отверженного, его не хотели родители. Вторая травма покинутого, его недолюбили. Третья травма униженного, четвертая травма предательства и пятая травма несправедливости. И вы можете, пользуясь... Это такая же модель. Лиз Бурбо описывает то, что нашла Анна Фрейд, дочка Фрейда. Она занималась детской психотерапией. Это та же оральная, анальная, эдипальная, латентная акцентуации. Но только Лиз Бурбо ее так увидела. Она увидела их не четыре, а пять. Но это не меняет. Она все равно описывает, что это возникает в возрасте младенчества, это фубер... Ну, короче, до семи лет все эти травмы поднимаются. И они там по очереди могут подниматься. Вы можете так посмотреть на свои любимые травмы через телосложение, как Лиз Бурбо это увидела. Мне, в общем-то, мне все равно, каким вы инструментом возьмете свою травму в руки. Это вообще не важно. Важно там только правда одно. Когда вы осознаете, что вы взрослый, вы больше, чем все эти травмы, вы больше, чем свой внутренний ребенок, что вы большой, и вы справляетесь. И какого зайца вы до сих пор с этим своим маленьким ребенком не справились, только потому, что вы не знали, что ему нужна помощь. Вы неплохой. Но если бы вы знали, понимаете, вот знание. Если бы вы знали, что внутреннему ребенку можете помочь только вы, и ему нужна только ваша помощь, что все остальные, кому он бегает, с кем он дружит, или вот как пишет девочка, что к ней кто-то втирается доверие, но она нуждается в том, чтобы кто-то приходил близко и хвалил ее, и рассказывал, и слушал ее, потому что она сама себя не слушает, не хвалит. Понимаете, если вы себе это не даете, вы начинаете это просить у мира, а мир за это берет очень много. То есть за это вы заплатите миру очень высокие деньги. Ну, не деньги, вы заплатите ресурсами. Свободой, жизнью, красотой, молодостью, за то, что кто-то другой взялся выполнять работу, которую должен был выполнить, ну, вы сами по отношению к себе. К примеру, ну, если я, только я тебя поддерживаю, то, ну, ты всегда по всем вопросам мне звонишь, говоришь, а что мне сделать, а вот как мне тут поступить, а здесь, если ты сама не берешь, ну, ответственность, только я, и говоришь, ой, спасибо, Дина, вот поговорю с тобой, сразу все понятно. Тогда цена консультаций будет расти. И ты будешь все меньше мной довольна. Например, я буду все, твои требования будут все расти, 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 чтобы однажды ты во мне разочаровалась и сказала, блин, ты мне не то посоветовала, я на тебя обиделась, рассердилась и буду все-таки сама решать. Ваша психика все равно вас приведет к этому результату. Но цена вопроса может быть очень высокой. Ну, это может быть, я могу быть, например, твоим старшим партнером по бизнесу, ты не можешь начать собственную компанию, собственный стартап не можешь открыть, потому что всегда привыкла полагаться на мое мнение. И уже тут делать нечего, я уже давно не работаю, от меня никакой пользы, ты на себе тащишь всю компанию. Ну, ты все делаешь, но поскольку решение, ты всегда приходишь ко мне, тебе уже так неудобно уже, знаешь, ты уже хромаешь на четыре ноги, но все равно, ну, сам, ну, ты не передала себе вот это право принимать решение, и ты платишь высокую цену. Или, там, с клиентами ваш страх, о боже, а вдруг они у нас не купят, а вдруг они у нас не возьмут в следующий раз, а вдруг вот это, и вы начинаете, ну, юлить перед клиентами, ну, неискренними быть, уменьшать свои маржинальные доходы, делать то, что для вас, ну, невыгодно, идти на какие-то там, я вам заплачу потом, да, да, хорошо. Кто это говорит? Это маленький ребенок говорит. Если вы человек взрослый, вы так не скажете. Вы оговорите условия, когда, что, можете ли вы доверять этому человеку, можно ли ему отдать услугу или товар, ну, уверены ли вы, что он вам заплатит. То есть это все, ну, перестает, короче, уходит нелогичное поведение из любой сферы жизни. Везде, где нету ясности, везде, где вы понимаете, блин, что я тут творю, это творит ребенок из страха. Мне не хватит денег, мне не хватит времени, мне не хватит ответственности, мне не хватит знаний. Ну, это, это вот списочек. Да ну, сотрите его. Вначале вы стираете, а потом начинаете, вот нет, вот я заработаю первый миллион, тогда назначу себя богачкой. Нет, вначале ты назначишь себя богачкой, а потом ты заработаешь первый миллион. Кто знает эти тренинги по позитивному мышлению, там, по, как стать богатым, они там половину дела делают. Они вот этот меняют, этот список бедности на список богатства. Но этого мало, потом надо еще поработать. Но вот второе, ну, если эти люди советуют, что потом еще пойдите поработайте, ну, это хорошо. Если они говорят, что чудеса случатся, они не, ну, как, короче, они случаются только с нами же. То есть мы начинаем что-то делать, у нас что-то вдруг начинает получаться. Но начинается это все вот здесь, вот тут, в этом месте. Уродина неудачница, двоечница, ну, бедная, сиротинка Хася, ну, и так далее. Просто ау-то-де-фе, костер, подожгли. Спасибо, мне это больше не надо. Если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк. Это очень важно для меня. И подпишитесь на мой канал. Каждую неделю выходит 2-3 новых видео, и вы всегда можете быть в курсе всех новинок. И уверена, ваша жизнь будет меняться к лучшему.